В моем детстве, летом дети собирали малину. К 13 годам я успел насмотреться на ягоды и решил искать другую работу. Я пошел к миссис Полс. У нее было три больших курятника с большими конвейерами. Я попросил мисс Полс взять меня на работу, чтобы собирать яйца. Теперь вместо того, чтобы смотреть на ягоды, я смотрел на яйца. Агнеса Полс была замужем. У нее было четверо сыновей, которые были старше меня. Но у меня не было сомнений в том, что именно она управляла фермой. Почему она была во главе? Несколько недель назад я прочитал книгу о ее пути беженки. Она хотела, чтобы эту книгу издали лишь после ее смерти. Прочитав книгу, я понял, почему она управляла фермой. Агнеса родилась в семье богатых землевладельцев в Южной России, в привилегированной семье. Ее мать хотела, чтобы она играла на рояле, но она предпочитала помогать отцу на ферме. У них было много работников на пшеничных полях. Но во времена Сталина всю землю коллективизировали. За одну ночь она превратилась из привилегированного человека в социального изгоя, политического пленника. Ее семью изгнали из той местности и отправили в Сибирь, чтобы работать в тюремном лагере. Она перешла от жизни в роскоши к рабскому труду. Когда окружающие начали умирать от голода, Агнеса решила бежать. Она хотела спастись бегством, но на ее пути была серьезная преграда. Так как она была преступницей, и у нее не было паспорта, никто не хотел брать ее на работу. Она даже не могла чистить общественные туалеты, что было самой низкой работой в стране. Люди, помогавшие ей, рисковали своей жизнью. Она была бездомной, в ужасном положении, обречена на страдания и несчастье. Ее история – аналогия с состоянием человечества. Первые люди на земле, Адам и Эва, родились привилегиями. Они наслаждались всеми прелестями того факта, что они были сотворены по образу Божьему. Они ходили с Богом, в Его саду наслаждались обеспечением Божьего творения, ни в чем не нуждались. Но когда они решили отделиться от Бога и пойти своим путем, то привели человечество к тем проблемам, о которых говорится в римлянам 1.18, по римлянам 3.20. За один день они прошли путь от жизни в саду с Отцом Небесным до вечного изгнания из сада. Они едва выживали. Бога заменили на идолов, истину Божью на ложь, поклонение на гордыню и несчастье. Будем ли мы их потомки, беспомощными жертвами греха, неспособными делать что-то, чтобы избежать своего порабощения грехом? Как мы можем вернуться к правильным отношениям с Богом в сад Божий? В римлянам 1.18, по 3.20 ясно говорится, что никто не может быть праведным в глазах Бога. Ни один иудей, ни один язычник, ни один аморальный человек или моральный, ни один нерелигиозный человек и даже религиозный. Все без исключения виновны перед Богом. Никто не может приблизиться к Божьей праведности в характере, мыслях, словах и действиях, даже самые правильные из людей. Никакого шанса на спасение. Все человечество справедливо навеки осуждено перед Богом. А затем мы читаем 21 стих. Но ныне... Но ныне... Это крик надежды. Бог вмешался. Здесь провозглашается поворотный момент истории. Вот почему римлянам 3.21 и 3.26 один из любимых и самых важных фрагментов во всем Писании. Он действительно потрясает. Это свежее откровение. Так в чем же состоит радостная весть? 21 стих. Но ныне явилась правда Божья. Вы заметили, как правда или праведность доминирует в этих стихах. На самом деле, здесь четыре английских слова. Праведность, оправдан, оправдывающий и оправдать. Происходят от одного корня в оригинале. Они связаны. Евангелие открывает нам то, что нельзя найти в другом месте. Что именно? Римлянам 1.17. В нем открывается правда или праведность Божья. Бог публично показал свою праведность в Иисусе. Через смерть и воскресение Иисуса возле Иерусалима Божья спасительная праведность была явлена. Независимо от закона, как пишет Павел, она не явилась благодаря человеческой праведности или послушанию закона. Но Павел также мог сказать, что Божьи дела в Иисусе были продолжением всего того, что он явил через законы пророков. Почему? Еврейские писания свидетельствовали и предсказывали этот путь спасения. На самом деле, Евангелие могло быть Божьим лишь в том случае, если оно базировалось на откровении, которое дал Бог в Ветхом Завете. Павел постоянно говорит о том, что Божьи дела в Иисусе для всех людей. Это именно то, что Бог обещал с самого начала. Это исполнение еврейских писаний. Евангелие было единственным продолжительным планом Божьим с самого начала, а не ожиданной поправкой для того, что не пошло по плану. Праведность Божья открылась через веру в Иисуса для всех верующих. Почему Божья праведность должна быть доступна всем людям? 22 и 23 стих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И эти слова подводят итог предыдущим словам. Все находятся под властью греха. Все одинаково бедны. Все мы были изгнаны из сада. Ни у кого нет паспорта. Все лишены Божьей славы. А что такое Божья слава? Это величие Его святого характера, Его удивительное присутствие. Адам и Ева напрямую общались с Богом в саду, но они потеряли славу Божью, когда поменяли Его славу на Свою. Их потеря прямого общения с Богом стала величайшей утратой греха. Со времен падения Адама и Евы мы все лишены Божьей справедливости и живем, будучи отделены от Его присутствия. Все значит все. Вот почему все нуждаются в спасении. Мы все находимся под грехом. А что такое грех? Мы живем независимо от Бога в бунте против Бога. Мы постоянно не соответствуем Божьему стандарту праведности. Мы по природе эгоцентричны. Мы все лишены славного Божьего присутствия и той святости, которой оно требует. Но ныне явилась правда Божья. Она появилась на сцене благодаря смерти и воскресению Иисуса. Что это откровение означает для нас? Во-первых, каждый, кто полагается на Иисуса, получает праведность от Бога. Это дар принятие и правильного положения перед Богом. Во-вторых, праведность Божья также говорит о праведности, которую несет Бог. Это спасающая сила Божья в действии. Это меняет жизнь. Бог дал спасение грешникам, вроде нас с вами. Он сделал то, что мы не смогли сделать. С крестом Иисуса к нам приходит оправдание, искупление и примирение. При что? Что это? Давайте начнем со слова оправдания. Слово оправдывать происходит из зала суда. Это то, что делает судья, когда объявляет невиновным того, кто защищается на суде. Это не пустяк. Это слово означает провозгласить праведным. Это новый статус перед Богом. Мы получаем паспорт гражданина. Иногда мы приравниваем оправдание к прощению. Вот в чем разница. Голос, который несет прощение, говорит, ты можешь пойти. Ты не получишь наказание, которое заслуживает твой грех. Голос, который несет оправдание, скажет, ты можешь подойти. Ты можешь насладиться своей любовью и присутствием. Часто мы склонны принимать прощение грехов, но нереальность оправдания. Оправдание приводит нас в Божьи дворы, к новым живым отношениям с Отцом. Оправдание не значит стать праведным. Нам, последователям Иисуса, все еще нужно преображаться в подобие Иисуса. Но Бог теперь смотрит на нас в контексте наших отношений с Иисусом. Бог провозглашает нас праведными в начале гонки, а не в конце долгого марафона освящения. Бог находит причины оправдания не в нашей доброте, но в Своем Сыне Иисусе. Вот еще одна аналогия из жизни Агнесы. Она спасалась бегством на поезде, пытаясь добраться до места своего рождения, но у нее не было паспорта. Одна добрая семья согласилась приютить ее. Каждый раз, когда власти открывали двери купе, она пряталась в нем, прикидываясь, словно она спит, в то время как бабушка говорила представителям властей, что все здесь члены ее семьи. В некотором смысле Агнеса получила свое положение благодаря милости бабушки. В Иисусе Бог дает человечеству вернуться к себе. В 24 стихе Павел пишет, что все мы оправданы Его благодатью, которая дается даром. Инициатива от начала и до конца принадлежит Богу Отцу. В Евангелии Бог говорит, «Я даю вам правильное положение передо мной в дар». И это для всех. Если мы находимся в Иисусе, мы можем войти в присутствие Божье с уверенностью, будучи Божьими детьми, потому что нам дали правильное положение. Мы можем называть Его, а вы – Отче. Это благодать. Лучший синоним благодати – это любовь и доброта. Джон Скотт пишет, благодать – это когда Бог любит, снисходит, приходит на помощь, отдает себя щедро в Иисусе Христе через Него. Благодать базируется на том, что все мы согрешили, но Бог проявил милость ко всем. Наши долги не просто отменены. Мы получили правильную позицию перед Богом. Теперь мы можем жить в Его присутствии. Оправдание базируется исключительно на Его благодати. Оно укоренено во Христе и Его кресте. Оно активируется только через веру, а только вера находится в самом сердце Евангелия. Она уникальна для христианства. Ни одна другая система идеологии или религия не провозглашает прощение даром, правильное положение перед Богом и новую жизнь людям, которые не сделали ничего для того, чтобы заслужить это, но вместо этого сделали много вещей, которые заслуживали суда. Христианство, по сути, вообще не религия. Это Евангелие. Это удивительно хорошая новость. Всем нам дается правильное положение перед Богом через веру в Иисуса. И всем значит всем. Если вы ищите работу в Канаде, ваше гражданство важно. Но, кроме того, вам нужно резюме с образованием, опытом и навыками, необходимыми для работы. Когда вы подаете заявку на работу, то надеетесь, что у вас есть все необходимое для этой работы. И даже больше. Точно так же все религии просят у вас резюме. Они хотят видеть ваши достижения. Но не христианство. Бог знает, что вашего резюме мало. Вот почему в 26 стихе мы читаем, что Бог справедлив и оправдывает того, кто верит в Иисуса. У креста встречается Божья любовь и справедливость. Во-первых, она поддерживает целостность своего характера. Наказание за грех, который требовал закон, не было отменено. Иисус понес его в полноте. Бог остается справедлив. Только смерть Иисусу сделала возможным прощение грешников, вроде вас и меня. Во-вторых, Бог оправдывает. Он был верен в том, что дал людям возможность занять правильное положение перед Ним. Его спасающая праведность и справедливость открылись в смерти Христа за нас. Он выполнил все требования Святого Бога. Оправдание делает путешествие с Богом возможным. Это путь к отношениям с Богом. Вот почему для последователей Христа крест находится в центре истории. Крест Иисуса — это основание нашего оправдания. Это также основание нашего искупления. В римском мире слово «искупление» использовалось для обозначения платы или цены за свободу раба или военнопленного. Это слово также связано с исходом Израиля из Египта. Благодаря крови пасхального агнца Бог освободил народ Израиля, который был в египетском рабстве. Они обрели свободу. Давайте вернемся к истории Агнессы. Она сбежала из лагеря на Сибири и добралась к самому большому городу, который находился недалеко от места, где она родилась. У нее все так же не было паспорта, необходимого для работы. Владелец газетного киоска, еврей по фамилии Кац, решил помочь ей и предложил ей мыть полы. В трех случаях она находила деньги на полу или между досок. И каждый раз она клала деньги на прилавок. Через несколько месяцев тайная полиция узнала о ней, и ее посадили в тюрьму вместе с другими тремя девушками из ее села. Ее посадили в камеру с рецидивистами. Многие из них были членами банд, которые ездили по стране, воруя, насилуя и убивая. Однажды трех других девушек вызвали и поставили перед расстрельной командой. Агнесса была уверена, что ее судьба будет хуже. Каждый день она ждала худшего. В итоге ее вызвали к строгому судье. Он посмотрел на нее без единой эмоции, а затем сказал, «Ты свободна». К ее величайшему удивлению, ей выдали паспорт. Она могла уйти и найти работу. Агнесса вернулась в киоску, которой владел евреец Кац. Через несколько дней работы жена Кацца сказала Агнессе, «Знаешь, почему тебя освободили?» Агнесса не догадывалась. Она сказала, «Господин Кац заплатил за твое освобождение, потому что ты поступила честно». Когда ты нашла деньги на полу и положила их на прилавок, ты завоевала его сердце. «Господин Кац купил ей свободу, но не заплатил за нее своей жизнью. Наше искупление приобрел другой еврей, который заплатил за нас выкуп не деньгами, но своей кровью, которая пролилась на кресте возле Иерусалима. Он не пожертвовал своей жизнью, потому что мы показали себя достойными этого. Этот еврей, сам Сын Божий, заплатил самую высокую цену, чтобы освободить нас из рабства. На самом деле, верующие в Него больше не живут под властью греха. Мы получили вечную свободу. Все мы освобождены от рабства греха через веру в Иисуса. «Все» значит «все». Мы говорили об оправдании и искуплении через крест Иисуса. В 25 стихе Павел пишет, что Бог предложил Иисуса или принес Иисуса. Явил Иисуса на кресте в качестве примирителя в Его крови. Слово «примирение» весьма непривычно. Что оно означает? Оно говорит о полном исчезновении греха и не только. Оно означает успокоить чей-то гнев. Например, я успокоил гнев своей жены, пригласив ее на ужин. Нужно ли Богу успокаивать свой гнев? Когда мы думаем о гневе, то часто смотрим на Него как на нелогичную ярость на дороге или как на тот случай, когда родитель срывается на своем ребенке. Иногда мы думаем о негуманном отношении к пленникам во времена революций или войн. Или мы вспоминаем интриги языческих богов, которых нужно подкупать сладостями, овощами, животными, а иногда даже человеческими жертвами. Божий гнев, о котором говорится в Писании, совсем другой. Это не бесконтрольные эмоции. Это необходимая реакция святого Бога на грех. Мы должны помнить, что Бог удовлетворил свой гнев своей же жертвой. Он дал ее. Настоящий Бог послал Своего Сына Иисуса, чтобы Он умер вместо нас. В Ветхом Завете слово «примирение» используется для обозначения престола милости. Престол милости — это золотая крышка ковчега, который находился в святом святых храма в внутреннем святилище. Ковчег символизировал само присутствие Божье для евреев. Золотая крышка ковчега была тем местом, которое первосвященник окорплял кровью для прощения грехов народа в день искупления. На самом деле, престол милости также называли крышкой искупления. Оно было прообразом креста. Когда Иисус умер на римском кресте возле ворот Ярусалима, крышка милости была изъята из святого святых и явлена всем. Бог представил Иисуса публично в качестве нового седалища милости. Это место встречи Бога и человечества, место, где Он позаботился о наших проблемах через искупительную жертву Его Сына. Кровь Иисуса удовлетворила Божий гнев, чтобы Он, святой и праведный, мог простить грешников вроде нас, не компроментируя свой характер. Бог утихомирил свой гнев через Свою жертву и явил милость всем. Всем значит всем. Это не сделали где-то в углу. Иисус оказался на глазах у всего человечества, враждебной и безразличной толпы. Но когда мы смотрим на Иисуса как престол милости, как на нашу жертву искупления, мы видим, что больше являемся не объектом Божьего гнева, а Его милости. Мы видим, что наши грехи прощены, что нас освободили, что нас привели во дворы Божьи. Как говорит автор послания к евреям в 10 главе, нам открылся новый живой путь в Божье присутствие через смерть Иисуса на кресте. А как насчет тех, кто жил до смерти Иисуса? В 26 стихе Павел пишет, что Бог в Своем долготерпении временно отложил плату за бывшие грехи. Хоть Он святой и праведный Бог, мог сразу же наказывать людей за их грехи. Он решил дождаться креста Своего Сына Иисуса, где будет внесена плата за все грехи. Иисус умер вместо всех грешников, один за всех, евреев и язычников, до и после того, как Он жил на земле. Как же нам принять Его благодать? С 27 по 31 стих Павел говорит о реакции людей. Он снова начинает разговор с воображаемым оппонентом. 27 стих «Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Один из самых популярных грехов — незаслуженная гордость, которую Павел называет хвалением. Это язык падшего эгоцентричного человечества, находящегося за пределами сада Божьего. Это люди, которые считают, что могут быть подобны Богу без Бога. Павел ясно говорит, что мы не можем хвалиться перед Богом. Наши дела и праведность не могут никого спасти. Никто не может хвалиться своим вкладом спасения. Никто не может заслужить спасение. Оно отделяет более духовных от менее гуру от обычных людей. Оно приводит лишь гордости за свои хорошие дела. Это жалкое бахвальство, в котором мы хотим выглядеть так, словно можем соответствовать Богу своими силами. Мы пытаемся сделать себя большими, а Бога маленьким. Это уничтожает наше поколение и приводит к жизни отдельно от Божьего присутствия. Есть лишь один путь к правильному положению перед Богом. Мы можем попасть к Нему лишь по вере в Иисуса. Нет другого пути для оправдания. Как только мы говорим, что есть другие пути для оправдания перед Богом, заявление о том, что Евангелие — сила Божья ко спасению всякому верующему, теряет всякий смысл. Если есть другой путь к примирению с Богом, то искупительная жертва Иисуса за нас была лишней и бессмысленной. Если мы говорим, что есть другие пути к Богу, мы оскверняем то, что Бог сделал в Иисусе. Нашей единственной реакцией на крест Иисуса может быть вера. Вера — это самое чисто повторяемое слово с 21 по 31 стих. И даже реакция на Божью благодать — это то, что Он дает нам. Давайте вернемся к истории Агнессы. Она много недель спасалась бегством. Она убежала от ужаса сибирских лагерей, но у нее не было дома друзей и родных. Без паспорта она не могла найти работу, а без работы у нее не было бы еды. Ее состояние было безнадежным. Однажды ночью, когда она размышляла над своей судьбой, она решила, что ляжет на снег, попрощается с жизнью и позволит холоду забрать ее. Это должно было стать легкой смертью, когда она молилась Богу. Ее окружило тепло и свет. Она услышала шепот «Ты мое дитя, вставай, отряхни снег с одежды и иди туда, куда я покажу тебе». На протяжении нескольких дней Агнесса шла к ближайшей станции. Ее взгляд привлекло маленькое желтое здание. Там горел свет. Она постучала в дверь, двери приоткрылись. Она увидела добрый взгляд. Старик спросил ее «У тебя есть паспорт?» «Нет», сказала Агнесса «Ты знаешь, что за это будет со мной», сказал он. К ее удивлению он открыл двери. Бог послал ее к одному «Своих». Если мы встали и положились на Иисуса, то потому что услышали его шепот, вера личная. Я помню, как сидел в клубе в три часа ночи и медленно трезвел. Я был далек от Бога, а затем я услышал его призыв отвернуться от бессмысленных блужданий и получить нечто большее. Я заслуживал осуждения и только. Бог шепчет нам по своей благодати. Вера просто принимает то, что дает Бог, и ничего не добавляет к дару. Ценность веры связана не с нами, но с тем, кто призывает нас. Вся ценность в объекте нашей веры, в Иисусе, который был распят. Вера в Иисуса включает силу Евангелия. Это касается всех. Мы полагаемся на Иисуса, а не на себя. Мы фокусируемся на том, что Бог сделал через смерть и воскресение Иисуса. Он не просто убрал гнев, но и явил нам милость. Он искупил нас, простил наши грехи, освободил от силы греха, убрал преграду между нами и Богом, даровал нам право находиться с Ним, дал нам новые, живые отношения с Ним. Слушаем ли мы голос Божьей благодати? Только Он может включить силу Евангелия. Если вы последователь Иисуса, то что Иисус говорит вам о Своем Евангелии, которое вам нужно применить сегодня в своей жизни? Если вы не последователь Иисуса, то что Бог говорит вам? Просит ли Иисус вас отдать Ему свою жизнь, чтобы вы получили все то, что Он сделал для вас? Если вы хотите этого, то я хочу помолиться с вами, а после этого я помолюсь за последователей Иисуса. Отче, я благодарю Тебя за то, что Ты пришел ко мне в любви до того, как я подумал о Тебе. Отче, спасибо, что послал Иисуса умереть вместо меня, взять на Себя мой грех. Спасибо, Иисус, что заплатил цену, которую я не мог. Иисус, я прошу Тебя сегодня стать моим спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я отворачиваюсь от жизни без Тебя, от своего пути. Я выбираю следовать за Тобой, Иисус. Я прошу, чтобы Ты послал Духа Святого ко мне. Я прошу, чтобы Ты научил меня следовать Твоим путям. Я благодарю Тебя за дар прощения, за жизнь вечную, за спасение. Я не заслуживаю этого, но принимаю это по благодати, полагаясь на Тебя. Спасибо, Иисус. Тебя иисус. Иисус. С